всем привет сегодня будем готовить очень вкусный заливной пирог пышный нежный и воздушный держит форму даже после полного остывания поскольку начинка в этом пироге из зеленого лука а самый сезон зеленого лучка как мы знаем припадает на весну называю я его весеннее наслаждение попробуйте это очень и очень вкусно для приготовления нам понадобятся такие продукты мука кефир 2 сырых яйца подсолнечное масло соль сахар разрыхлитель для теста сухарики панировочные посыпать форму кусочек небольшое масло сливочного и для начинки нам надо будет зеленый лучок вареные яйца также немножко подсолнечного масла и соль по вкусу все необходимые ингредиенты можно будет посмотреть в описании под видео я там точно укажу все количество и сколько чего надо первым делом займемся тестом сразу разделю одно яйцо на желток и белок желточек оставим чтобы потом смазать пирог сверху в белок вбиваем оставшееся яйцо второе и слегка взбиваем до однородного состояния вливаем большую миску кефир комнатной температуры желательно чтобы он постоял без холодильника день или ночь чтобы немножко подкис добавляем соль сахар подсолнечное масло взбитые яйца и хорошо перемешиваем теперь порциями подсыпаем муку заодно просеиваем ее вымешиваем подсыпаем еще муку на этом этапе уже всыпаем разрыхлитель для теста если у вас нет разрыхлителя можно заменить одной чайной ложечкой соли просеиваем все вместе замешиваем до однородного состояния пока тесто не станет без комочков должно получиться примерно как на оладьи не сильно густой и но и не жидкой подсыпаем оставшуюся муку смотрим по консистенции мука у всех разная поэтому может понадобиться немножко меньше или немножко больше чем я укажу у меня ушло 450 грамм это 4 стакана по 200 миллилитров примерно вот тесто я уже вымешала хорошо вот таким он должно получиться тянущимся теперь отставляем его в сторонку минут на 20 чтобы она расстоялась и запустились все необходимые процессы а сами в это время займемся начинкой зеленый лук нарезаем как можно мельче яйца я почистила уже и теперь буду нарезать их мелкими кубиками кубики могут получаться не одинаковыми поэтому мы сейчас порежем кубиками а потом я беру и вот так вот еще дополнительно башенку также можно потереть на крупную терку если вам удобнее все яйца я уже порезала дополнительных порублю ножом еще такие меленькие кусочки получаются потому что если потереть все равно это уже как-то для меня мелковато а вот порубить очень вкусно получается высыпаем всю миску солим можно перчик добавить кто любит добавляем подсолнечное масло и хорошо перемешиваем подсолнечное масло нам надо для того чтобы потом когда пирог уже будет готов начинка наша не рассыпалась вместо подсолнечного масла можете растопить немножко сливочного масла добавить ну вот начинка наша готова теперь подготовим форму в которой будем запекать смазываем ее подсолнечным маслом хорошо дно полностью бока присыпаем панировочными сухарями хорошо так вот вращаем формочка из стороны в сторону чтобы сухарики равномерно распределились по всей форме вот так формочка уже у нас готова теперь берем тесто и половину из него переливаем нашу форму хочу напомнить что прошло 20 минут у меня тесто больше не мешаем аккуратненько перекладываем чтобы не нарушить его структуру иначе пирог потом уже в готовом виде может сначала подойти а потом опасть так вот половину примерно и отсыпала разравниваем затем выкладываем нашу начинку стараемся так положить ее чтобы она не доходила до края формы хотя бы на пол сантиметра чтобы потом тестом там залить и готовый пирог был целый и красивый начинку можно слегка уплотнить но тоже не сильно вот начинку я все разровняла такой ободочек остался вокруг для теста и теперь заливаю сверху оставшимся тесто тоже его не перемешиваю просто аккуратненько выкладываем сверху стараюсь распределить равномерно не обязательно чтобы оно зашло в эти вот оставлены щелочки вокруг как распределяю аккуратненько лопаточкой стараюсь не сместить начинку всю начинку я уже спрятала теперь взбиваю оставленный желток и смазываю этим желточком аккуратно сверху смазываем всю поверхность это придаст нашему готовому пирогу такую дополнительную красивую корочку сверху и отправляем духовку духовка нагрета до 180 градусов и будем выпекать примерно 40 минут готовность проверим деревянной шпажкой прошло 40 минут даже немножко больше где-то 42 43 пирог наш начал зарумяниваться сейчас я попробую его деревянной зубочисткой проткнуть и посмотреть но еще немножко мокрая зубочистка оставлю еще минут на десять пусть хорошо пропечется сейчас подниму ему чуть повыше чтобы сверху больше такая коричневатая корочка стала не опять потом попробую зубочисткой прошло еще десять минут наш пирог стал таким золотистым красивым сейчас я еще раз попробую на готовность шпажкой протыкайте ближе к центру чтобы наверняка посмотреть ну вот полностью зубочистка сухая уже можно доставать теперь смазываем пирог кусочком сливочного масла это придаст ему дополнительный блеск а также приятный сливочный вкус затем накрываем полотенечком не даем немножко пирогу отдохнуть минут десять-пятнадцать пирог немножко остыл теперь будем его перекладывать на тарелку накрываем тарелочкой быстро переворачиваем затем накрываем блюдом уже на котором будем подавать и еще раз переворачиваем чтобы верх у нас получился как и должно быть сверху сейчас посмотрим как наш пирог выглядит в разрезе желательно конечно было дать ему полностью остыть но очень терпится так пахнет хорошо хочется побыстрее уже попробовать вот и все вкуснейший заливной пирог весеннее наслаждение готов приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал пускай пугай пугай Продолжение следует...